Масла, мы просто журналисты. Новая газета. Здравствуй, уважаемая интернет-аудитория Новая газета. Сегодня у нас в гостях Елена Милашина, редактор отдела спецпроектов, журналист Новая газета. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте. Скажи, Леночка, тебе важно, что тебе важнее? Вот текст, порядок слов в предложении или то, как материал поменяет ситуацию? Ну, что-то, порядок слов в предложении, и это не про меня. Я не писатель. Я писать тем вообще не умею. Мне это тяжело, я этого боюсь. И всегда, когда я буду писать текст, у меня выступает просто истерика, как говорит мой редактор. А поменять ситуацию, в принципе, я никогда себе с такой задачей не ставлю. А просто характер у меня такой, что я из какой-нибудь радской темы, типа спасателей, а потом начинаю делать какое-то событие. Но это очень редкий случай. Поэтому, в принципе, для меня просто написать текст и выложить ту информацию, которую я могу собирать, и даже с излишками. Схоже, назови, пожалуйста, две-три своих главных победы, вот, журналистских. Ну, у меня есть три темы, которые я считаю для себя, в общем, не просто главными, потому что они, в общем, меня сделали вружу в больнице. Это, в первую очередь, трагедия с подругой Курск, Веслан. И когда убили Анна Степана Политковского, это ситуация с Кавказом, с Чеченой, в первую очередь. То количество горя, которое ты видела, которое ты пропустила в себя, часть себя как журналист, она тебя сделала атеистом, или она тебя сделала религиозным человеком? Она меня никем не сделала в этом смысле, потому что я как была выращена в семье атеистов, так и, собственно, атеистом и остаюсь. Я верю в совесть, на самом деле. Вот если у человека есть совесть, то мне кажется, что она вообще-то есть, наверное, у всех. Просто как-то будут люди с ней справляться. Я не научилась. Ну, оба, нет. Мне кажется, что это немножко не для нашего века. И, кажется, человек несет себя ответственность, и не надо его забывать на кого-то. Дай, пожалуйста, характеристику президенту Соединенных Штатов Обаме, с которой ты недавно мельком виделась. Вот как человек. Мне подразилась культура и общение человеческое. Ну, я с нашим президентом виделась два раза. Никогда в жизни с ним не разговаривала, вопросов не задавала. Но видела его, в общем-то, в одной ситуации очень трагической, где он вел себя просто вот как такой дьявол с рожками. Потому что он быстро, очень, по-копистски, печически нащупал слабое место всех сидящих в зале родственников, погибших моряков, которые еще думали, что можно их спасти и требовали спасения. Он очень быстро нащупал их слабое место, это деньги. И вот это было удивительное превращение на мои глаза аудитории, которая кричала о спасении своих мужей сыновей в аудиторию, которая в результате задала вопрос, сколько? Сколько? За сколько вы нас купите? Вот это было потрясающе. До сих пор стали на глаза. Но президент Обама человек, который исключительно уважительно просится к собеседнику, он слушает, он не считает, что он во всем прав. Он не говорит о мы, он говорит я. Вот это удивительно. Потому что у нас любой человек, который достиг какой-то власти, вышла сейчас интервью с Григорием Грунгинским, он ни разу не сказал слово я. Он сказал мы. Кто такие мы? Я не понимаю. Путина это только мы. А вам это я. Какое городское развлечение, рекреацию ты любишь? Я в Москве 96-го года, я ни разу не была в третьей группе. Я вообще не хожу на выставки, не хожу в театры. Уже тысячу лет не ходила в кино. Не хожу в парке, не катаюсь на велосипедах, по дорожкам. Я совершенно не мастыча, если бы новая газета была на Марсе, я была бы марсямина. Я не культурный человек, можно себе честно признаться, и не тусовочный. Была несколько разничная флоба, когда раз это выглядели, то мои подруги танцуют, я сплю. Поэтому я в общем люблю сидеть дома, если честно. Самую ночь для меня отдыхает. Давай обратимся к книжкам. По нашей просьбе Лена Милашина принесла две книжки, которые для нее важны. Давай с домниковских текстов начнем. Эта книга вообще уникальная на самом деле. Я считаю, что это именно книга. Причем, может быть, она должна была бы быть настоящей книгой, потому что это такой самый издат. Когда Игоря Александровича на него напали в подъезд, и он попал в комнату, 64 дня пролежал в больнице и умер. Но в течение 64 дней вся наша редакция пыталась что-то делать. Считаю, что даже там мысли, какие-то дурвиланские поступки, поход за лекарствами в аптеку на край Москвы, жутко холодная погода. Холодно было тогда. Как-то не странно. Что-то обязательно ему поможет. У нас была наборщица знаменитого филе Кентаро, тоже так по человеку, «Новая газета». Она сделала вот эту вот книжку. Она взяла, распечатала все его статьи и собрала их, переплела. Я часто ее читаю, когда у меня плохое настроение. Или просто, когда мне не хватает какого-то... Как начать текст? Как закончить? Я всегда знаю, как закончить. Я наконец пишу в начале, прежде всего. Думаю, что это начало замечательно. Я вообще-то сзади всегда отказывается концом. А начало – это самое сложное для всех. В общем, я думаю, вот Игорь мне часто помогает начать. Расскажи про этот фрагмент «Титана». Это мне отдал Дмитрий Андреевич Муратов. Сказал, что это, в общем, должно быть у меня. Это было в 2001 году, когда подняли Курск. Это в софточном корпусе Курска. Но Курск в моей жизни значит очень много. Я просто очень часто его вспоминаю. Для меня эта трагедия такая же, как была. И вот все, что я делаю с Курсом, практически, ну, чтобы не вернуться, уведя его, я второй раз не хочу. Это страшно. Но эта вот штука тоже, ну, мама моя очень ее не любит. Видит, что ее куда-то прячет. Говорит, что это плохая примета. Что нельзя. Ну, когда мама приезжает, я его зацовываю в какой-нибудь даре угол. Когда мама уезжает, я его вставлю обратно. Расскажи про фотографию, пожалуйста. Мы предложили Лене принести фотографию ее в детстве, а у нее не было такой фотографии. Она принесла фотографию бабушке. Это моя бабушка, Алина Федоровна Шаповалова, которая не то, что там воспитала, вырастила это все, да, да, да. Просто вот это самый любимый человек, который был в моем детстве, наверное, градообразующим как предприятием. Я не жила в Узбекистане. С дедом 40 лет. Там ураженные родники, деда шахтера, бабушка вот шила. Шила она всем узбечкам, из этих вот тканей национальных. И у меня тоже были все эти национальные одежды. Вот. И люди к ней относились, конечно, ну, она как она к людям, так и не. Она мне сказала, что разве, что здесь можно знать узбекский язык. Я его знала. У нас в школе его преподавали. Она есть, там, с 5 лет могла общаться со своими сверстниками в Кишинаке. Там было страшно интересно. Поэтому, естественно, больше полное времени пропадали там. Вед ходил все искал, нас искал. Где вот там? Неважно кричат. Да, я в Кишинаке плохо ем руками со своим друзьям. Вот. Относиться уважительно к людям. И, в принципе, это был пример. Пример абсолютно толерантности. Любимая детская книжка «Гарри Поттер». Хотя у меня в детских книжек очень много любимых. Я вообще их перечитываю, как это не смешно, и как в мультике страшно люблю. Но «Гарри Поттер» это книга, которую я могу просто говорить на тему «Гарри Поттера». И поскольку я его прочитала в подлиннике много раз, на русские переводы разные, много раз. И пятая книжка с «Гарри Поттера», «Гарри Поттера. Орден Феникса». Моя любимая. Потому что в том числе я там и про журналистов. Про нашу ситуацию в России. Ух, как сложно. Ну, с пяточком, наверное. С кем из персонажей мировой лица радовать себя заценировать. Вот «Винни-Пух» и «Пяточок». Я часто про себя думала, что я какая-то «Пяточок». За необязательность, за что я на себя злюсь. За то, что мало работаю. Хотя мне кажется, что больше невозможно, но на самом деле это мне кажется. Назови, пожалуйста, песенку, мелодию, которыми все закончим. Знаешь, я не хочу показаться, конечно, сновым, но музыка, которая меня всегда приводит в чувства во всех отношениях, это репиум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok